Юлия Кузьмина спрашивает, спасибо за ответ. А, губам не вредит. Это, помните, мой ребенок, который отрывал все болячки и засыпал. Губам не вредит. Если переставлять коробки или баночки, с которыми ребенок играет, то он никак на это не реагирует. Ну и все, и забудьте про это. Пусть складывают. Ну, порядок у него будет дома, будет порядок на работе, соответственно, порядок будет в голове. И этот ребенок будет четкий, пунктуальный. Его будут любить работодатели, потому что он будет исполнительный. У него все, порядочек в голове. Порядок на полу, порядок в голове. Все, это хорошо. Но он никак на это не реагирует. Нервничает только, если не влезает то, что он хотел бы положить в нее. Но сейчас уже сам понимает. Говорит, это большое, надо взять что-то маленькое. Все вполне нормально. Вряд иногда выставляет каких-нибудь человечков, стреляет в них, но никак болезненно не реагирует, если их двигать или убрать. Еще часто бывает, что на улице, если видит кого-нибудь, мужчину или женщину, или водителя такси, говорит, мама, дядя меня пугает. Даже если человек на него не смотрит. Ну, может быть, мы же не можем в голову ребенку залезть. Может быть, у него сище какие-нибудь огромные, или глаза какие-нибудь вот такие вот на выкате. Тоже иногда на какой-то человек посмотрит, думаю, господи, пойду подальше. А какие-то нам сразу симпатично становятся, а какие-то тоже нас отталкивают. Ну, и у него тоже ничего страшного. Развернули. Никак не спрашивайте у ребенка, а что у тебя пугает, а что тебе не понравилось. Чем больше вы зациклите на этой проблеме, тем больше она у него и дольше останется в голове. Вот. Просто развернули. Ой, смотри, какая кошка побежала. И все, и забыл он у вас уже об этом дяде. Хотя на площадке детской легко общается с родителями, других детей. Потому что они на руках ему знакомы, с детьми, мамой. Все это же мило. Видимо, опасается именно тех, с кем я не разговариваю. Потому что если я разговариваю с таксистом, он его не боится. Как следует себя вести. Это обычное самосохранение. Животное опять у нас инстинкт такой срабатывает. Не делайте из него какую-то проблему. Наоборот, радуйтесь этому инстинкту. Значит, ребенок у вас не уйдет с чужим. Значит, он не исчезнет с поля зрения. Его никто не обидит, потому что он будет сторониться таких непонятных ситуаций. Он всегда будет с вами рядом. И этот человек аккуратен. Он не безбашен. Он у вас не будет кошку там с седьмого этажа кидать. Он не будет проверять, если с крыши в снег спрыгнуть. Он аккуратный. И переверните это в плюсы. И гордитесь тем, что он такой аккуратный. Со временем, конечно, когда дети будут общаться больше, узнавать мир, узнавать окружающих, если они будут защищены мамой, папой, если их не будут обижать, он доверится этому миру. Садовскому особенно, этому микроклимату. И через него он будет понимать, что люди это хорошие, это также общение, источник какой-то информации. С ними интересно, можно играть, что-то новое узнавать. И что их люди не несут никакой вражды. Вот почему, что перестанете на площадках там драться и не давайте детям разбираться рукоприкладством. Нормально все, нормальная ситуация. Спасибо. Спасибо.